Всем привет, ребятки! Это обзор нового деблога номер 79. Итак, поехали! И так как мы уже все знаем, что разработчики выпускают патч раз в две недели, этот деблог будет холостой, потому что ничего пощупать не удастся, потому что, собственно, он еще не вышел на основу. Поэтому быстро пробежимся, почитаем, что здесь да как, да и все, в принципе. После ввода вертолета Маурино увидел, что, оказывается, имеется очень много багов. Естественно, он сразу начал все это фиксить, потому что, говорит, его напрягало то, что он очень много наблюдал в вертолетах, которые вообще никого не убивая, а их сбивали легко, то есть вертолеты. В общем, что у нас пофиксили? Пофиксили какой-то эксплойт со шкафом. Я, ребят, честно говоря, даже не знаю, что это было за эксплойт. Кто знает, отпишитесь, потому что я, собственно, не играл. Как-то вот умудрились люди использовать это. Следующее изменение. Теперь будет намного больше ракетных атак со стороны вертолета, даже несмотря на то, что видит он вас, не видит. То есть раньше, когда он у вас терял из виду, он только тогда атаковал ракетами. Сейчас он будет шпарить, ну, пофигу вообще, где вы и что вы. Так называемые door gunners, как их называют разработчики, это те пулеметы, которые стоят по бокам вертолета в дверях. Они теперь будут переключаться между целями прямо на лету, а не как бы запоминать прошлую позицию игрока, где они его видели. То есть сейчас, как пишут разрабы, не получится, что один человек отвлекает, а остальные тупо валят, то есть он будет мочить теперь всех. И последний из фиксов это то, что те ящики, которые выпадают после сбития вертолета, они просто будут, их невозможно будет облутать до тех пор, пока не погаснет огонь, потому что, как разрабы заметили, что огонь не сильно останавливает людей. И, собственно, я и показывал это даже в своем видео, что там не сильно обжигаешься, можно облутать даже не дожидаясь. Теперь этого невозможно будет. Все равно придется ждать, пока не погаснет костер огонь. Следующее изменение, то, что с вводом геликоптера, ну, вертолета, разрабы увидели то, что действительно скорость пуль очень маленькая. Я сам это заметил, потому что, когда стреляешь по вертолету, нужно брать громадное упреждение, чтобы в него попасть. Это тоже не заметили, видите, мы с ними солидарны, это я сразу определил. И они теперь пытаются увеличить скорость пуль. Во всяком случае, делают опрос, а дальше будет видно. Они поняли, что действительно на данный момент пули летят очень медленно в игре. Вот, собственно, этот опрос. Вот, я тоже выбрал средненький ответ. Сделать пули немного быстрее. В принципе, потому что реально скорости немножко не хватает. Следующий большой раздел, это Гарри пишет нам об оптимизации. Он реально большой, все, что я сейчас выделяю, это касается оптимизации, всяких фиксов. Я тут немножко почитал, в Никту, короче, много технической информации, реально голову забивать ей нет смысла. В общих чертах только расскажу, чтобы более-менее понятно было. Вот эти фризы, которые постоянно на сервере случаются, временные, там, каждую минуту или сколько, это вот с ними Гарри до сих пор борется, понять не может, в чем проблема. Но пытается. Уже какие-то наметки есть, но все это надо тестировать. Он разрабатывает очень много инструментов для диагностических инструментов, чтобы это все лучше отследить, как, что куда идет, какие там, короче, он определил, что там возникает очень много такого мусора, спам какой-то там возникает, из-за этого постоянные тормоза, перегрузки сети. Ну, короче, в общем, с этим все разбирается, реально там куча технической информации. Тут всякие коллайдеры, чтобы борются еще, чтобы меньше вайпов было, как можно реже их делать, хотя я наоборот против хотя бы. Ну, блин, куда-нибудь, что, по полгода хотят вайпы не делать, что ли? Ну, это жесть, на сервере вообще делать будет нечего. Короче, куча фиксов, реально, забивать голову даже этим нет смысла, мне даже не хочется. Мне только главное видеть результат, что они там расписывают, мне особо интересно. Так, Диога, что у нас? Диога, да, правильно теперь. Все равно Диего, у меня постоянно один и тот же чувак пишет, что неправильно читаешь. Диога работает, естественно, над водой. Сейчас у нас реки стали лучше. Раньше, видите, она непонятно как блестела. Сейчас она более уже вписывается и в туман, вот пишут разработчики. В атмосферу с высоты птичьего полета она была просто как полоска такая непонятная. Сейчас она тоже уже как бы с внешностью сливается. Ой, с внешностью, с поверхностью все четко. И более плавный переход ее в море, в океан. То есть раньше, видя прям ступенькой такое, сейчас прям все гладенько перетекает, все четко. Следующий баг с водой еще, я так понял, были вот эти вот полоски, которые возникали у всех. Вот тут тоже четко видно, прям вот видите, куча-куча всего. Тут нет, как пишут разработчики, это уже пофиксено. Естественно, на Д-ветке только все это выпущено, на основу еще не залито, но будем ждать. У меня таких вроде не замечал, таких багов. Хавьер рубашечки все мутит свои, да, но прикольненькие выглядят, на встрече только ходить. Неформальные такие. Гусман завершил низкополигональную модель коллиматорного прицела, так называемая Red Dot Side. И также продолжает работу над модельками фонарика и глушителя. Скотт работает над эффектами попадания в разные поверхности. Собственно, он уже закончил работу над снегом, пустыней, грязью, лес, трава и дороги. Собственно, вот такое легкое видео есть. Теперь у нас остаются следы во все эти перечисленные поверхности. Если вы попадаете, будет четко отображаться след. И, собственно, еще работает над кровью. Начал работать над эффектом крови во время попадания. Вот этот эффект мне приколол, то есть он действительно такой необычный. Прям кровь брызжет просто вообще. Ну, офигенски. Выглядит круто. Том продолжает все работать над женской моделью. Вот так вот она сейчас выглядит. Я, естественно, все причины места позакрывал, какие смог. Ну, вот что-то подобное. В принципе, уже похоже на женщину. И также начали работу над новыми текстурками нашего любимого АК. Потому что он выглядел, по мнению разработчиков, очень ужасно. Вот эта картинка меня просто поразила своей реалистичностью. Все эти металлические такие блики. Прям швы такие, знаете. Ну, прям четко выглядит. Реально вот в таком ракурсе просто бомба выглядит. Чуть ли не как фотореалистичное. Пауль всю эту неделю работал над концептами, так сказать, глушителей самодельных и пламегасителей. Вот таких вот. Ну, супрессор. Переводится как подавитель, но больше он похож на пламегаситель. Прикалывается здесь. Пишет, что загрузил, ну, погуглил, загрузил очень много книг по тому, как создать оружие в домашних условиях. И говорит, до приезда ФБР, надеется, успеет замутить что-то, ну, какие-то концептики или модельки. Пока ФБР не завалится. Я не знаю, где они там работают, то ли к нему домой. Ну, короче, прикалывается. Ну, выглядит вообще вот четко, вот вписывается в раз то, что надо. Вот именно самодельное, все такое простенькое, не то, что новенькие с завода. И Алекс Рейхберг закончил уже работу над звуками глушителей. Мы их услышим уже, собственно, на следующей неделе с выходом патча. Также начал работу над вот этими зарядами геологическими звуком, чтобы они более четче как-то звучали, интереснее. Также над звуками добычи дерева. Будет зависеть от толщины дерева, я так понял, от высоты, где вы бьете по нему. И также деревянная дверь, ну, когда вы бьете по деревянной двери. И также он пишет, что очень часто люди ему задают вопрос, как он работает со звуком, как он их создает. И, собственно, он приводит тут пример, точнее, на примере одного из выстрелов, как он все это происходит. Он показывает всю свою работу, тут расписывает, что он делает, микшеры добавляет, реверберирует, там всю фигню делает. И вот, допустим, разные примеры, как происходит, собственно, последовательное изменение звуков. Там он где-то что-то добавляет, где-то что-то как-то меняет. Ну, вот эти, между вот этими я разницы особо не увидел. Надо вчитываться, что конкретно-то менял. Только вот последний четко слышно. Прям более продолжительный. Это такой конечный результат уже налицо. Это просто люди интересуются, как он работает, собственно. Он тут все рассказывает, кому это интересно. Мне, если честно, не особо. Мне главное наслаждаться звуком. Все, вот такой коротенький обзор. Особо даже смотреть нечего. Пощупать тоже особо ничего нельзя. Не хочу найти. Знаю, что, ребят, можно все это на доветке протестировать. Я этим не парюсь. Я вот, когда на основу залили, тогда только проверяю. Потому что там еще можно переизменить все. Дев ветка для меня как бы не существует. Там постоянно все меняется. Туда-сюда, что-нибудь расскажешь, а потом в итоге выйдет совершенно не то. Нет, основу залили, все, тогда можно обсуждать. Просто там думали, что я не знаю, что на доветке все это можно протестировать. Мне просто там неинтересно тестировать. Ну, все, в принципе, легенький обзорчик. Все, ребята, увидимся.